Кабинет гинеколога, который используется на выезде, в нашем автопоезде здоровья. У Стеллы на выезде из города мобильная поликлиника на колесах, два пикапа с вагончиками. Медицинский автопоезд из Владивостока отправляется в служебную командировку. За полтора месяца врачебный десант высадится в трех районах и 30 населенных пунктов, чтобы в полевых условиях оказать помощь тысячам жителей сельской местности. Врачей не хватает у нас в стране, естественно. И даже если в городе Владивостоке у нас укомплектовано с медицинскими кадрами, в частности врачами, от 60 до 70 процентов, то на территории края, конечно, она меньше. И, так сказать, помощь наша, я считаю, она очень своевременная и она очень необходима нашему населению в отдаленных территориях. В составе бригады два терапевта и узкие специалисты. Всего 11 человек. В вагончиках везут ультразвуковое оборудование и передвижной флюорограф. За прошлый год в такую передвижную поликлинику обратилось более 12 тысяч человек. Врачи говорят, что многие пациенты не обследуются годами. Нужных специалистов не найти ни в деревне, ни в райцентре. Поэтому опасные заболевания все чаще выявляются уже на последней стадии. Спрашиваешь пациента, вы когда последний раз обследовались, слушаешь, недавно, 4 года назад сдавал анализы. То есть такая, для человека 4 года назад это нормально. Поэтому мы планируем 2000 населения в каждом населенном пункте проживать. Ну и осматривать будем где-то 250-300 человек за день. Первым делом мобильная поликлиника прибудет в село Пожарского района, затем на очереди Кировский и самый отдаленный Красноармейский район. Назад в Владивосток. Автопоезд вернется 1 апреля. Евгений Апарин, Александр Бортовщук. Новости на восьмом.